архив архив это прежде всего история можно прикоснуться к старине не только на словах а на деле мы хранители истории мы крупнейшие архива хранилища региона наш архив хранит документы до 1917 года таких документов у нас более 38 тысяч вот они у нас сформированы 174 фонда и документы уже после того как у нас была революция хранятся документы власти метрические книги это те тот период который до семнадцатого года документы которые рассказывают о нашем городе когда он был уездным вот и современные документы документы предприятий которые являются нашими источниками комплектования более 600 тысяч документов у нас находится в пяти архивохранилищах работа с подвигом это непередаваемое ощущение когда ты открываешь документ 18 века 19 видишь что вот она бумага того времени гербовая с водяными знаками вот эти самые печати сургучные да и даже документы советского периода понимая что вот это свидетельство того как жили наши предки вот даже периоды той же великой отечественной войны документы когда не хватало не хватало бумаги писали на обоях писали на трофейных документах немецких венгерских то есть переворачивали на обороте писали от руки что-то печатали от машинки да это непередаваемо ты понимаешь что ты работаешь с оригиналом с документом который создали которые держали в руках другие люди которые жили работали воевали побеждали задолго до твоего рождения кажется что они стоят вот стационарно и с ними ничего не происходит на самом деле работа с ними всегда ведется мы занимаемся проверкой наличия дезинфекции реставрации улучшаем физическое состояние переплетаем дела которые требуют переплета в общем как можно мы пытаемся сохранить вот нашу историю кто имеет сюда доступ только сотрудники обеспечения сохранности и то не все вот из девяти человек которые вот у меня в отделе работают доступ имеют только четыре человека главное это обеспечение сохранности документов но документы в нашем учреждении не лежат мертвым грузом они используются читальном зале любой человек достигший 18-летнего возраста либо школьник в сопровождении взрослого родителя педагога может осуществить самостоятельную работу с архивными документами не все документы выдаются читальный зал есть определенные ограничения в частности например документы органов исполнительной власти то есть администрации где содержится информация личного конфиденциального характера в том числе об имуществе граждан в читальный зал не выдаются но остальные же документы в принципе находятся свободном доступе если они в хорошем физическом состоянии мы стали больше сейчас делать упор на оцифровку документов оцифровка документов это один из видов сохранности чтобы сохранить документы на бумажном носителе соответственно мы их оцифровываем и наиболее востребованы а именно метрические книги сейчас у нас идет упор именно на этот вид документов и эти документы у нас в принципе оцифрованы уже в 95 процентов на вот то есть на бумажном носителе мы их не выдаем ни краеведам, и пользователям читального зала, и нашим сотрудникам также. То есть на сервере, пожалуйста, пользуйтесь электронным носителем. Оцифровка – это создание копии документа из бумажного в цифровой вид, а микрофильмирование – это процесс, можно сказать, своеобразного копирования документа на пленку. Создается страховой фонд, который потом располагается у нас в хранилище. Страховой фонд у нас идет наравне с бумажной версией. Имеет такую же силу? Такую же силу, как бумажный документ. Это определено нашими нормативно-правовыми актами. И фонд пользования, тот, который выдается в виде позитива, он выдается в читальный зал для посетителей читального зала, для работы. Документы все равно, они с годами сами по себе разрушаются со временем. Вечного ничего нету. Поэтому этот процесс позволяет сохранить на долгие-долгие годы этот документ для всех посетителей, всем, кто интересуется историей своей семьи, края и вообще в целом интересуется. У нас очень большая просветительская работа. Постоянно у нас готовятся выставки архивных документов, как на бумажной основе, так и виртуальные. Сейчас это востребовано. Тематика выставок и статей год от года меняется. Мы смотрим, какие даты являются юбилейные, актуальные. Кроме того, к нам приходят методические указания из Росархива, какие даты предпочтительнее рассматривать. У нас постоянно проводятся экскурсии в архив. Школьники приходят, студенты приходят. Мы выходим в учебные заведения с лекциями, со своим рассказом о том, что такое архив, что у нас хранится, что здесь можно найти, какую информацию можно подчеркнуть. Мы выезжали во все районы Белгородской области со своей выставкой. Нам был предоставлен администрация губернатора транспорт. И все районы Белгородской области, все учебные заведения, школы мы охватили. Сам процесс оцифровки достаточно простой. То есть мы располагаем документ в плоскости, в ровной. Его немного разглаживаем, чтобы у нас он был ровный. Смотрим по уровню, то есть по левому и правому краю документ обязательно. Можем чуть приподнять, например, правый край. И нажимаем кнопку «Старт». Происходит процесс оцифровки документа на планетарном сканере. Далее в программе у нас BCS-2. Мы увидим оцифрованный документ, метрическую книгу. Мы можем увеличить, просмотреть, насколько оцифрованно. То есть мы смотрим, вот в фокусе или нет. Достаточно ли нормально это сделано. То есть вот читаем мы или нет. Мы увидим. Слободы Злыдневой, солдата Якова, Васильева. Вот мы видим. Злыднева дочь умерла. Все читаем о тексте. Можно здесь поправить у нас яркость, контрастность, чтобы не было лишних неточностей на развороте. И продолжаем далее процесс до окончания самой метрической книги. То есть мы оцифруем, начиная с титульного листа и заканчивая до последнего заверительного нашего листа, который уже указывает количество листов на документе. Толщина корешка разная. То есть сейчас вы видите порядка, наверное, тут будет 400 страниц приблизительно. Даже сейчас можно посмотреть, сколько здесь у нас. Смотрим. Здесь у нас порядка 343 листа. А есть у нас метрические книги на 600 чем-то листов. Прежде всего, люди интересуются историей своей семьи. Пытаются осуществить генеалогический поиск. То есть таким образом узнать новую информацию о своих предках. Все сохранившиеся по нашему региону метрические книги, начиная с 70-х годов 18 века и по революцию 1917 года, находятся у нас на хранении. Кроме того, очень активно у нас используются газеты, потому что в Госархиве Белгородской области имеется большое количество периодических изданий. Самые старые газеты 1920-х годов. Имеются газеты межвоенного периода. С учетом того, что многие документы 30-х годов, начального периода Великой Отечественной войны, оказались утрачены в связи с военными событиями 41-го, 43-го годов, в том числе гитлеровской оккупации территории нашей области, то газеты являются прекрасным источником и подспорьем. На сегодняшний день уже здание заполнено. У нас еще осталось 3% площади свободной, поэтому мы еще пока чуть-чуть комплектуемся. Мы хотим построить еще одно здание специально под архивные документы. Сейчас этот вопрос уже решается, готовится техническая документация, потому что процесс остановить невозможно, документы должны сохраняться, историю не остановить. Самый ранний документ в нашем архиве, он датирован 1679 годом. Вот как вы можете себе представить. Так при всем при том, что эти документы, они ведь хранились, мы пока еще не знаем, в каких условиях, но тем не менее они до наших лет сохранились. А учитывая то, что мы сейчас им еще и условия благоприятные создаем, то мы им, наверное, продлим историю хранения. Если документы хранятся с грифом вечно, хранить постоянно, то они должны находиться в тех условиях, которые это возможно сделать. Оптимальные условия хранения – это поддержание температуры 17-19 градусов, а влажность 50-55%. А вы можете себе представить жизнь без архива свою? Да вот вы знаете, нет как-то. Вот вы знаете, я думаю, что я как раз вот попала туда, куда мне нужно было попасть. Это вот мое, я это люблю. Я люблю не то, что даже вот сам архив, атмосферу, я люблю этих людей. У нас такой коллектив, у нас как семья. Прекрасные люди, очень ответственные, эрудированные. Тот человек, который нашел себя здесь, в архиве, он, как правило, уже не уходит отсюда. Зачем это нужно вообще? Кому это нужно? Для чего это все? Человек, который не знает своего прошлого, он не имеет будущего. Поэтому мы должны знать свое прошлое. Прошлое – это наша история. Это наша душа. Если не будет исторической памяти, то мы потеряем себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова